Итак, мы использовали ключики, и мы... Ворон забрался в музей, если вы в своей предыдущей серии понимаете о чём я. И теперь нужно зайти в комнату с сокровищами и посмотреть, как там Ворон. Но он стопудов сбежал, ребята, я вам обещаю, он не будет там сидеть и ждать. Отпечу. Планы музея. Каждые ворота здесь контролируются этими выключателями. Это... Да, это оно. Ну. Тут он не работает. Больше тут ничего не сделаешь. Ну, я не знаю, возможно, ворота открылись, скорее всего. Ну. Куда вы идёте? Я хочу попасть в зал с сокровищами, и вы должны это делать. Дам вам пять минут. Тогда пойдём по моему плану. Открываем главный вход. Давайте оба надеемся, что я первый зайду туда. Не хочу отвечать за побег Ворона. Ммм, ланцеры выглядят стердно, но они тоже seem to be firmly connected to the figures. Может, я не могу их отломать. Может, я смогу отломать копьё. С другой стороны, тут уже и достаточно разрушений на сегодня. Директор Макхарт, попробуй с ним поговорить. Директор Макхтар, я не могу открыть ворота. Можно как-то зайти туда? Только один путь. Только один. Не, ворота не подъёмные. Вы могли бы... Ленивая сволочь, давай. Вы не поднимите их. Не, не сработает. Могу вам сказать заранее. Матерические ворота. Взрыва не хватило бы, чтобы повредить ворота. Но, может быть, оно немножко повреждено, а всё-таки... Ещё раз осмотрим тут. Посмотреть на доктора. Директор мне не поможет. Если я хочу или нет, мне нужно работать с констеблем. Пойти в переднюю часть. Так, нам нужно в главный зал. Я думаю, там что-нибудь найдётся. В главных залах всегда что-то находится. Мне кажется, за той статуей должен быть секретный проход. Ребят, сто пудов. Облегчаем себе задачу. Открыть. Заперто. А, давайте мы используем ключики. Универсальный инструмент, ключи. Годится. Открыли. Взять деревянную палочку. Рычаг. Принцип работы рычага. Сейчас покажем... Констабль. Давайте будем героями. Палка сейчас, правда, обломится наверняка. Используем принцип шеста. Оно двигается. Нет, не совсем. Но мы движемся в верном направлении. Так, значит, чёрт. Используем металлический шест вместе с... С констаблем. Избить его шестом. Нет, мы вряд ли, если мы повторно попробуем ворота... А давайте повторно попробуем. Экспользуемся, но... Экспользуемся, но... Товарищи, пошли мы отсюда, нафиг. Будем шестом ходить, как дебилы. Тут активная зона только одна. Тут ничего нет. Ещё раз. Чум не указывается, что тут что-то есть. Так, попробуем в комнату охраны зайти. У нас особо, так сказать, выбора немного. Мы не можем позвать помощь, линия сдохла. А разве полиция не вызывается автоматически? Если нет, или если её тоже отключили. Я даже не уверен, что кто-нибудь знает, что происходит внутри музея. Чёрт, и что там происходит? Я думаю, никто не слышал взрыва. Тут нет окон. А все эти ворота, которые опустились, могли просто быть частью теста. Крутой глюк. Так. Тут нечего изучать. Что здесь, две лупы было? Изучить мисочку. Кусочки для офисной рутины. Да, даже охранникам приходится работать с бумагой. Я надеюсь, что всё это исчезнет. Так, надо подумать. У вас есть какие-нибудь идеи, как можем открыть роту? Нет. Вы мне дали пять минут, и время ещё не кончилось. Часы тикают. Рано или поздно, Канн с тобой потеряет своё терпение, и мой шанс пробраться в камеру в одиночку кончится. Защитить базар. Эксклюзивно и уникально. Глаза сфинкса. Представлены вместе впервые. Надеюсь, те, кто придут, будут довольны одним глазом. Иначе не заплатят ни за что. К сожалению, теперь это всего лишь глаз сфинкса. Но баннер уже поздно менять. Эксклюзивно и уникальность. Эксклюзивно и уникальность. Хм. Тут нет ничего. Что-то может помочь. Что-то я даже не видел, что он изучил какой-то... А, двойной шест. Он взял шест от флага ещё. Да, всё, должно сработать констаблёр. Можете помочь? Ленивая сводча, иди сюда. Будем двумя шестами открывать. На три. Раз, два, три. Директор Мокхарт. Поспешите. Положите что-нибудь под ворота. А? Директор. Ведро бери. Да не откроется дальше. Быстрее. Вниз. Продержится. Я бы на это не особо надеялся. Надо поспешить. Надо предупредить инспектор Алигранда. Я хочу посмотреть на ситуацию в первую очередь. Вы что, думаете, я оставлю вас с украшениями? Я сомневаюсь, что украшения ещё там, внутри. Буду следить за вами. Придётся за мной идти тогда. Если вы не слышите обо мне, через пять минут ничего. И я не констабель Зерна. И я не констабель Зерна. А, хорошо, если через пять минут ничего не услышите, открываете проход и зовите конст... И зовите детектива. Хорошо. Это было трудно, мы прорвались. Чёрт, нифига. Всё очень плохо. Вау. Вау, на самом деле. В саркофаге кто-то сидел. Потолок, слава богу, довольно высокий. И в любом случае ничего в этой комнате не выжило от ударной войны. Так звучит камера. Я думаю, камера была задета обломками. Провод изучить. Остатки провода. Света. И что-то нашёл. Изучить саркофаг. Там стопудов прятался. Тут будет довольно долго всё тут устанавливаться. И кое-что точно потеряно. Навсегда. Изучить дыру. Самая главная улика. Дырка. Вы не хотите туда отправляться, правда? Ну, вот так глаз покинул комнату. А, нет, не надо. Мы тут достаточно в виде. Ворон ушёл. Нужно вернуться к Легранду. Фигня. Прыгай вниз. Нет. Потрясающе. Довольны? Могли бы сказать, дайте света. Так, звучит дырку. Что-то ещё можно изучить. Дофига всего. Взять провод. Используйте эту часть провода с этим. Соединить провода. Мне же нужна верёвка, чтобы спуститься. Эти крюки не сделаны для тяжёлого веса. Но вы должны выдержать. Поговорить с Ханстаблем Оливером. Поговорим. Просто так. Что вы об этом думаете? Да, хороший беспорядок. Можете сказать, снова. Фонарик. Дадите фонарик. Вы что, думаете, я серьёзно скажу, да? Нет, не думаю. То есть, дай мне немного лето. Взрыв. Этот взрыв был более сильным, чем в Лондоне. Не так ли? Да, опять же, правильно. Он не рисковал бомбить ночью. Мы, наверное, его разнервировали. Он мог выбрать лучше время. Легранд не здесь. И тут всего лишь пара охранников и почти свидетелей. Всё-таки, я думаю, он бы подождал. Помню, поезд, наш оппонент. Любит драму. Он нравится общественное внимание. Да, даже такие люди не хотят идти в тюрьму. Правильно. Бэкап. Похоже, вопрос в подкреплении решён. Мы не можем открыть дверь снаружи. Директор связан с Леграндом. Он скоро откроет дверь, и тут будет свой отряд. Я бы на это не надеялся. Вор был в этой комнате и вышибил стражника. Что он там планировал? Он не избавился от... Может быть, телефонной линии. Да кто-то заметит, что тут всё закрылось. Раньше или поздно, так же. И пока у нас есть время, чтобы решить это дело. Спуститься. Я спущусь вниз на верёвке. Вы что, серьёзно? Это не дискуссия. Я иду туда. Можете остаться или... Остаться здесь или пойти со мной. Но вы не знаете, а или кто, а. Внизу там. Поэтому я хочу отправиться туда. Между прочим, Я найду для нас выход. Ага. Радно. Мне что, держать верёвку? Да. Что теперь будем делать? Поверить мне. Да. Спасибо. Всё, ты держишь верёвку, я опускаюсь. Ты только попробуй её плохо держать. Я не думаю, что он хочет меня убить. Может, всё-таки дал бы мне фонарик, мне он как бы нужнее. Стань здесь. Я спустился. Это называется «Нет секретных проходов». Роберт, свет. Забраться обратно вверх. Чё-то нифига не вижу. Тут есть что-то. Открыть блокнот. А, поговорить с Ольвером как-то. Чёрт возьми, я даже задеть не могу. Ладно, попробуем поперемещаться здесь, если это можно. Нельзя. Стэн, мы даже изучить его не можем. Надо поговорить всё-таки с Ольвером. Так вот, как? А не, можно, можем переместиться. Изучить карту. Давайте свет на стену, Роберт. Карта Каира. Она покрыта тысячей маленьких дырочек. И тут какие-то... И да, там угол 1940. Изучить стол. Сюда, пожалуйста, свет. Интересные документы, карты, письма. И всем 20-30 лет. Изучить стол. И интересно, как Ворон знал о секретном подвале. Он, наверное, тут всё изучил и кому-то заплатил за информацию. Он стопудов кому-то заплатил. Тут всё логично. Причём полностью. Сейчас я изучу выставочный... Выставочный кейс. Так, я и думал. Пустой? Дисплей не выжил. Ворон всего-то надо было просто забрать бижутерию. Изучить стену. Тут отметины на полу и трещины на стене. Секретная дверь. И, скорее всего, это маршрут Ворона. Можете открыть? Тут несколько панелей и что-то типа ручки. Но я не могу поворачивать или толкать их. Тут что-то написано, но тут слишком темно. Давайте со светом вниз. Нет, Ворон западнял. Надо звать Легранда. Чё, ну ты дурак. Рэй, вы что, думаете, эта дверь не идёт в тупик? Пока мы тут обсуждаем, след становится холодным. Мы тут одни, и Ворон опасен. Трус. Вы трус, Роберт. Что, я? Трус? Кто забрался в горящий мотор и стал увезти? А кто спас маленького мальчика? Да-да. Вы герой. Я не это имел в виду. Применем всем показать, Роберт. Это наш час. Показать им всем. А другие придут. Мы не просто посмели зайти в подвал, мы также и нашли выход, по которому Ворон ушёл и открыли. Как вы думаете, как это будет выглядеть в отчёте? Констопия Ройльвер и Констопия Зеллер соглашали фундамент для ареста Ворона. Компетенции и быстрого мышления. Это было бы неплохо, но... Нет. Нам надо пожелать Легранда. Сейчас сделаем это... Мы пойдём тогда другим путём. Так. Там ещё что-то было, давайте это расследуем. Хейт, так, письма. Чёрт, Роберт, мне свет нужен, я ничего не вижу. Так, ладно, сейчас я придумал, мы возьмём просто и стянем его вниз. Это приказ. Я приказываю вам дать мне фонарь сейчас же. Вы не можете мне приказывать. Легранд бы действовал сейчас. Что бы делал Николас Легранд в этой ситуации? Он бы что, ждал подкреплений и... пальцами бы чесал? О, ладно. Так, толкнуть. Давайте, Роберт. Маленькие решения имеют огромные эффекты. Вы дадите мне фонарик, и мы оба будем героями. Или мёртвыми. Роберт. Я буду осторожен. Мы счастливы, что ещё живы. Я не хочу... играть с удачей. Чёрт, возьми, Роберт. Ну, то он и трус есть, конечно. Так, надо ещё попробовать его поуговаривать. Возможно, что-то и получится. Так, будем уже пропускать, потому что диалоги однообразные. Ну. Прямо сейчас. Трус. Сейчас или никогда. Думаешь, Ворон нас ждёт? Если мы её сейчас не поймаем, то есть поймаем его... он никогда не победит. Он уже пару минут прошёл, он, скорее всего, уже за горами и далеко. Не рассчитывайте... Мы не можем рассчитывать на других, Роберт. Вы и я. Мы поймаем Ворона. Возможно, я вам один раз поверю. Он слишком нас умён, зеленый. Он лучше нас. Что, мы должны просто сдаться? Давайте, Роберт. Давайте, Роберт. Вы что, серьёзно? Да он всегда на шаг впереди нас. Неважно, что мы делаем. О, чёрт. У нас ничего нет. Как бы... Вот как бы его заставить спуститься? На самом деле, я без понятия, кстати говоря. Печеньками его заманить? Конфетками? След из конфет? Так, изучим то место. Хотя, у нас всё равно ничего не будет видно. Это что такое? Эй, не уходите слишком далеко. Давайте опустите вниз, оставите. И если оставайтесь там, подсветите. Чёрт, уговорили. Интересно. Я как-то деревянная дверь. И тут два запора. И какой-то железный крюк держат всё это вместе. Так, открыть всё это. А, это методик скважины? Я говорю, что статуя. Я люблю учить мальчиков плохих словам. Теперь всё решено. И я suspect... Да. Ворон мог уйти этим бытём. Мы бы его углубили. Мы бы его углубили. Мы бы его углубили. И... Я позитив, что он уйдет с другой секретной дверь. Я думаю, что он ушёл через другую секретную дверь. Почему там внизу так стало светло? Нашёл выключатель. В главный зал. Секретный подвал потом за... Я так и знал, что всё за говорящей статуей. Сейчас изучим всё тут. Несколько контейнеров. Может быть, тут были погребальные принадлежности. Тут люди-человек. Но это мне не совсем помогает. Важные... Важные...